Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Сегодня 1 сентября, День Знаний. Огромное количество детишек пошли первый раз в первый класс. Вообще начался учебный год. Я поздравляю всех и детишек, и родителей, которые провожают детей в школу. И вы знаете, на фоне 1 сентября, на фоне Дня Знаний, в сети развернулась бурная дискуссия. Даже, наверное, не назвать дискуссия, а глумление на до 1 сентября у детей Галкина и Пугачевой Аллы Борисовны. Это ни в коем случае не относится к какому-то хейту или критике Аллы Борисовны. Здесь, в принципе, она вообще ни при чем, как и Галкин. Я обратил внимание на немного другую деталь, чем основная часть тех людей, которые пишут. Но, тем не менее, она схожа. Послушайте, что пишут, и мы посмотрим видео, которое иллюстрирует нам то, что я говорю. И я думаю, что вы со мной согласитесь. Не согласитесь, пишите, пожалуйста, в комментариях. Будто на похоронах авторитета, пишут люди, исходя из тех автомобилей, которые стоят просто перед школой. Народ глумится над школьной линейкой у детей Пугачевой. Люди просто в шоке абсолютно. Но, послушайте, что самое интересное. Вот сейчас мы посмотрим с вами видео. И вместе с тем, 17 миллионов детей по всей стране пошли в школу 1 сентября. 17 миллионов детишек. 1 миллион учеников сел за парты в Московской области. Среди них и дети Аллы Пугачевой, Максима Галкина, Елизавета и Гарри. В начале сентября им исполнится 8 лет. И сегодня они уже пошли во второй класс. Они уже во второй класс пошли. Значит, наследники звездной пары учатся в 1-й московской гимназии школе-партнере МГУ имени Ломоносова. Ну, то есть, школа, вы сами понимаете, непростая. Но дети здесь начинают заниматься с 9 часов и могут находиться до 20.00, успевая и отдохнуть, и полностью сделать домашние задания, посетить кружки. В зависимости от желания и способности ребенок может выбрать спорт, иностранные языки, музыку, искусство, театральную студию или углубленное изучение предметов. Судя по информации, которая размещена на официальном сайте учебного заведения, школы, я напомню, месяц обучения ребенка здесь обходит с родителем месяц. 160.000 рублей. Вы сейчас скажете, ну заработали. Естественно, Пугачев, он уже не сможет в месяц платить 160.000. Друзья, вопрос другом, сейчас я вам скажу. Получается, что за двоих отпрысков Пугачева и Галкин платят 320.000 в месяц. Или чуть больше 3 миллионов за учебный год. Для богатой звездной пары это копейки пишут. Меня, знаете, что зацепило здесь? Понятно, что деньги есть, и все это ясно. Первая московская гимназия школа-партнер МГУ имени Ломоносова. То есть, по идее, школа, где наверняка преподают одни из лучших педагогов. Школа, которая предоставляет детям возможность выбирать из такого многообразия кружков. И с моей точки зрения, как мне видится, там место детям одаренным. Я не говорю, что дети Пугачева не одаренные. Ну, детям, которые школа-партнер МГУ в будущем пойдут в МГУ, там, в науку, там и так далее. Я имею в виду, что судя по видео, которое снял Галкин, судя по тем просто баснословно дорогим автомобилям, которые стоят в ряд, там не пахнет абсолютно не то, что гениальностью, а вообще чем-либо похожим. Там пахнет только одним – деньгами. Это мое мнение. Ну, слушайте, если бы там могли учиться, что… Вы знаете, вот недавно я читал, 9-летний вундеркинд, девочка, значит, сдала ЕГЭ, и МГУ решили ее принять, потом отказались принять, потом приняли, но приняли на платное, и Государственная Дума призвала МГУ перевести ее на бюджет. Представляете, то есть одна на всю страну, они ее на бюджет не приняли. Это фантастика просто. Школа-партнер МГУ. С моей точки зрения, там должны стоять машины не такого порядка, что деньги, деньги, деньги. А там должны стоять машины абсолютно простых людей, у которых дети сверхспособны. Не просто дети Пугачева или Галкина, не просто дети каких-то богатеев, а сверхспособные детки, у которых нет возможности финансово у родителей учить их в такой школе за деньги. Чтобы они могли, пользуясь всем тем, что есть в этой школе, развивать свои способности сверхспособные и стать просто золотым фондом в будущем нашего государства. Вы можете наблюдать, пожалуйста, что золотым фондом станут те, у кого есть деньги. Вы скажете, ты нам Америку открыл, это уже сто лет так. Так это и неправильно. Вот меня лично это. Пусть они хоть в какую школу, хоть за миллиарды вводят, деньги есть, зарабатывают. Вопрос заключается в том, что такие школы для обычных детей попросту недоступны. Понимаете? Обычная школа, вот, пожалуйста, иди в обычную школу. А вот чтобы преподавали такие педагоги, чтобы это было многообразие кружков, такое, которое я озвучил, такое будет только за такие деньги. Понимаете, в чем дело? И для обычных детей это недоступно. Я считаю, это в корне неправильно. Значит, вот что дальше пишут. На торжественную линейку 72-летняя Алла Пугачева привела детей лично. В элегантном черном брючном костюме, в кокетливой черной шляпке и белом плаще. Певица выглядела очень стильно. Значит, многие издали принимали ее за старшеклассницу. Присутствие многочисленных журналистов с утра дежуривших у школы певицу не смутило. Это их работа, справедливо заметила она. А вот подписчиков страницы Максима Галкина, который опубликовал видео с линейки, смутило многое. Особенно наличие огромного числа дорогих иномарок у школы. Вот что пишут люди. По машинам похоже на похороны авторитета. Ну, это действительно впечатление, как будто сходка людей, которые вот... Да, все патриоты, только одна круче другая машина. Значит, российский автопром отдыхает. Ну и так далее. Сын на Киркорова похож, глумится народ. Значит, смутило многих и присутствие на линейке внучки Пугачевой 9-летней Клавдии Зимцовой. Почему она сама не в школе и не с родителями? На эти вопросы ответов пока нет. Меня совершенно не смутило там присутствие внучки Пугачевой и так далее. Но меня смущает тот факт, что выкладывая такие видео, Галкин, к которому я отношусь, безусловно, с уважением, особенно после... Да, после многого. Последнее это вот спор Собчак, где он действительно очень грамотно, очень умело, не входя в какие-то дискуссии, споры, ответил ей на совершенно таком уровне, что Собчак отдохнула. Но, друзья, здесь вопрос не в Галкине, не в Пугачевой. Вопрос в том, что... Это сама система такая. Система такова, что вот такие школы доступны, как похороны авторитета. Вы видели машины? Там просто... Они в ряд стоят. Это, я не знаю, бюджет, наверное, месячный бюджет Московской области стоит. А для обычных детей, из обычных семей, такие школы недоступны. Вот о чем я говорю. И самое главное, что школа-партнер МГУ. То есть, дети, которые там учатся, школа-партнер МГУ, они имеют преимущественное право поступления в МГУ и так далее. Там преподают, там, в старших классах, в средних классах. Приходят преподаватели из МГУ. То есть, уклон на МГУ, на обучение в МГУ. И получают право, опять-таки, преимущественное обучаться в лучшем вузе страны, да, там, в одном из лучших вузов страны, в университете Московском. Не дети сверхспособные, из обычных семей, а дети, у которых родители могут приехать вот на таких автомобилях. Это, я считаю, абсолютно ужасно. И я понимаю, почему люди, вот, пишут такой негатив. Мне интересно ваше мнение, друзья. Пишите, пожалуйста, ваши комментарии, что думаете на сей счет. С вами был Будда Гришна. Напоминаю, что есть резервные мощности. Канал-видео-дневник Будда Гришна. Подписывайтесь, чтобы не потеряться. Останемся вместе, что называется, в одной лодке. В случае чего, инстаграм Будда Гришна, ниже не подчеркиваю, единичка на латинце, на русском Будда Гришна. Рядом три российских флага. Подписывайтесь, можете прислать новость какую-то для обзора. Ну и, в принципе, опять-таки говорю, что в случае чего останемся вместе. И видите красные буковки? Подписаться. Жмите скорее на это слово. Не стесняйтесь. Друзья, всем пока. До встречи.